Привет, друзья! Сегодня я поделюсь рецептом очень красивого и вкусного блюда. Можно запросто подать такую рыбу на праздничный стол, ведь выглядит она эффектно и вкус просто потрясающий. Кто знаком с португальской кухней и узнает, каким блюдом я вдохновлялась, напишите свой ответ в комментариях. В первую очередь я подготовлю подушку из овощей. Для этого мне понадобится чеснок, репчатый лук, морковь. Морковь можно нарезать соломкой, либо просто натереть на крупной терке. Сладкий сезонный перец. Лучше всего взять перец красного цвета, чтобы первый слой выглядел ярче, но это не обязательно. И помидоры. Я взяла помидоры сорта сливка. Просто нарезаю их кольцами. Все, овощной набор готов. А теперь рыба. У меня довольно крупная тушка трески. Она для этого рецепта подходит идеально. Но можно использовать любую белую нежирную рыбу. Хек, ментай, пикша. Хотя и с жирными видами тоже можно поэкспериментировать. А еще сильнее упростит задачу готовое рыбное филе. У рыбы я удалила плавники, разрезала ее на порционные кусочки. Добавляю только соль и перец. Тщательно обваливаю кусочки в этой смеси. Для этого рецепта мне нужна хлебная смесь для шубы. Проще всего сделать ароматную смесь из готовых панировочных сухарей или обычного сухого белого хлеба. Но даже если хлеб свежий, не страшно. Он подсохнет в духовке за время приготовления. В хлебные крошки я выдавливаю зубчик чеснока и добавляю оливковое масло. Приблизительно 3 столовые ложки. И тщательно все перетираю руками. Если вам нравится это видео, поставьте лайк, чтобы его сохранить. И подпишитесь на мой канал, чтобы ваша лента стала еще вкуснее. Пришло время готовить овощи. На сковороде я сначала обжариваю морковь с луком до мягкости. Затем закладываю перец. Добавляю соль, черный молотый перец и щепотку тимьяна. Все перемешиваю и обжариваю буквально минутку. В самую последнюю очередь кладу помидоры. Овощи не нужно доводить до готовности. Они должны слегка схватиться, но остаться упругими. А теперь смотрите, у меня тут есть заготовочка. Я заранее отварила картофель. Он, кстати, все еще горячий. Мне нужно его немного придавить, чтобы клубни треснули. Это нужно для того, чтобы в процессе запекания картофель стал еще нежнее и хорошенько пропитался всеми ароматами. Теперь можно собирать блюда. На дно жиропрочной формы я выкладываю овощи и распределяю их ровным слоем. Сверху раскладываю кусочки рыбы. А в промежутке закладываю картофель. Теперь формирую хлебный панцирь на кусочках трески. Смесь очень пластичная и получается довольно плотный слой. Те места, где картофель треснул, я немного подсаливаю и сбрызгиваю оливковым маслом. Убираю блюдо в предварительно разогретую до 180 градусов духовку примерно на полчаса. Это очень-очень ароматно. Рыба, чеснок, оливковое масло и овощи создают такую аппетитную композицию, что даже те, кто не очень голоден, спрашивают, что там такое вкусное готовится. Ну а выглядит это просто божественно. Я лишь добавлю немного свежей зелени для контраста. Посмотрите, порционно это выглядит еще ярче и аппетитнее. Треска по этому рецепту получается сочной и нежной. Разваристый картофель и ароматные овощи прекрасно гармонируют с рыбой. Ну а хлебный панцирь добавляет всему блюду неповторимую изюминку. В общем, от души рекомендую приготовить по этому рецепту. Приятного вам аппетита, друзья! Продолжение следует...